Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшение моих находок в Secondy. Всем, кто у меня впервые, я скажу, что я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах. Цены, которые я показываю, это цены в канадских долларах, цены, по которым я купила свои украшения. У меня видео не только об украшениях, у меня видео о магазинах, обзоры, примерки, красивая одежда, разговорные видео, прямые эфиры. В общем, всё, что мы, девочки, любим, контент на любой вкус, у меня на канале есть всё, что угодно. Так что добро пожаловать ко мне на канал. И для начала у нас будет коротенькая затравка того, что я вам сегодня буду показывать. Вот так очень-очень-очень быстро, чтобы не разрушить сюрпризов. И давайте начнём смотреть с чего-то, что я выберу в первую очередь. Итак, давайте начнём с чего-то более современного и, так скажем, менее малоценного. Я покупаю украшения не только винтажные, я покупаю украшения все, которые мне нравятся. Даже если они не очень винтажные, не очень старинные, а просто украшения, которые мне пришлось по душе. Вот, например, как эти бусы. Стоили они 6 долларов. В прекрасном состоянии это бусы компании. Сейчас давайте отрежем этикетку. Так, что же это за компания? Я помню, что на них была какая-то этикетка. Мекс. Компания Мекс, которая, в принципе, считается такой неплохой компанией. Хотя, если честно, у нас их одежду сейчас стали продавать в Walmart. Если вы знаете про американские и канадские магазины что-либо, то вы знаете, что Walmart это гигант, огромный магазин. Который продает все очень такое дешевое и бюджетное. Так вот, магазин бренд Мекс стал продаваться для Walmart. Но я думаю, что это какая-то специальная линейка. Потому что там и рибок продается. В общем, в последнее время дорогие довольно бренды. Ну, нормальные такие, не самые дешевые бренды. Стали шить одежду и делать какие-то вещи для Walmart. В принципе, украшений там нет. Я не думаю, что это оттуда. Потому что я думаю, что это оригинальная компания Мекс. Сделана именно для магазинов этой компании. А не для каких-то коллабораций. Вот. Мне очень понравились эти бусы. Я много говорю. Сейчас постараюсь побыстрее. Бусы оригинальные. Знаете, есть в них какая-то необычность, интерес. Вот, смотрите. Значит, состоят они из таких белых пластинок. Похожи на перламутр, но я не думаю, что это перламутр. Я думаю, что это пластик. И в центре вот такой вот элемент. Провелковатый. В рамочке сверху с таким листом. Или каким-то растением. Симпатичные бусы. Милые. Такие, знаете, летние. Ну, собственно, и не только. Не очень громоздкие, не очень большие. Но при этом приятные, симпатичные. Очень много к чему подойдут. Я люблю такие украшения, которые очень универсальны. Подойдут ко всему. И очень легко, хорошо носятся. Потому что они легкие, они тяжелые. В общем, удобная вещь. Так, теперь давайте посмотрим на эту брошь. Тоже не дешево за нее заплатила. 10 долларов. Дело в том, что у нас сейчас есть магазины, в которых за 10 долларов можно купить просто красивую, интересную вещь. Может быть не очень винтажную. Хотя вот эта брошь, скорее всего, винтажная. Но не маркированная. А есть магазины, мой любимый, в который я часто хожу. И давно уже там не была. Надо съездить. Я видео вам снимала оттуда, где можно маркированную, допустим, брошь винтажную купить за 5 долларов. Ну, вот такой разброс цен. Это магазины благотворительные. Они назначают те цены, которые они считают нужным. Их, так сказать, начальство занимается этим. И зависит от того, кто продавец или тот, кто устанавливает цены, или менеджер магазина. В общем, от него очень многое зависит. Но, тем не менее, брошь не маркирована. Но я думаю, что она винтажная. По вот этому замочку плечики, которые обычно присутствуют на винтажных брошях. И по заклепке. В принципе, она собрана на заклепку, что тоже говорит об ее возрасте. Возможно, это 70-е. Может, раньше. Не знаю. Но брошь шикарная. Великолепная, красивая брошь. Красивый желтый металл. Шемчужина в центре. Состоит она из трех, я как-то сказала, слоев. У меня обобрали, что слои-то в тортике. А в броши это... Мне написали, что я опять забыла. Уровни. Ну, по-английски это layers. Это одно слово. И в тортике layers, и в брошке layers. И во всем абсолютно. А я очень давно живу в англоязычном пространстве. Поэтому очень часто забываю правильные русские слова. Пытаюсь говорить по-русски много. Но как бы выскакивает вот кроме слоев. У меня больше в голову ничего не приходит. Ну, короче. Видите, она состоит из нескольких уровней, так скажем. Не могу вспомнить слово. Довольно тонких. Вот эти вот нижние, они сделаны с прорезями. Вот эти лепестки, они сделаны сплошные. И вот такие вот лепестки в центре. И очень красивая, прекрасивая жемчужина. Следующее, следующее украшение. Это локет. Локет. Смотрите, как он красиво сделан. И это, по-моему, у нас Eivon. Компания Eivon. Широко известна в узких кругах любителей. Украшение и винтажа. Значит, стоила она 6 долларов. Eivon это не только косметика, как многие из нас привыкли. Такая сетевая, пирамидная, скажем так, косметика. Но это также и очень много украшений, в том числе винтажных. Так, вот здесь написано Eivon. И очень такая, знаете, красивая вещь. Она состоит из двух. Из двух лейеров. Из двух слоев. Из двух цепочек. На замке. Цепочки перемежаются вставками голубых кристаллов, прозрачных и матовых таких. Побольше и поменьше. Сделанных в стиле безель. Красивая цепочка. Здесь у основания тоже очень симпатичная такая деталь. И локет с бабочкой. Сделано это какой-то пластик. Он действительно локет. Он действительно открывается. Вот так. У него что-то можно положить. И обратная сторона тоже сделана очень красиво. Красивое украшение. Красиво сделано. Красиво выглядит на шее. Я сказала слово красиво уже, наверное, 10 раз. Ну, что делать? Украшение это вообще красивая история. Обязательно вам померю. Вы знаете, что я все украшения примеряю. Чтобы вы могли лучше видеть, как они лежат на человеке. Мне кажется, это всегда очень интересно. Намного более интересно, чем просто разглядывать украшение. Всегда посмотреть, как оно выглядит на живом человеке. Так. Следующий. У нас вот такие смешные клипсы. Ну, смешные они просто, потому что они очень маленькие. Ну, лаконичные маленькие клипсы. Вы знаете, я больше люблю крупные украшения, как вы знаете, наверное. Но маленькие украшения тоже имеют место быть. Это маркированные клипсы. Винтажные. Стоили 7 долларов. И они имеют маркировочку... Кто это у нас? Сара Кавантри. Сара, Сара, Сара. Вот она, Сара. Совсем небольшие, но очень прелестные. Смотрите, очень красивый. Такое молочное покрытие. Эмаль. Прекрасное состояние. Очень симпатично будут смотреться в ушки. Такие на каждый день. Милые, симпатичные украшения, которые подойдут абсолютно всем, абсолютно к любому наряду. Следующее украшение. Это у нас вот такая вот шикарная, необыкновенная брошь. Тоже стоила 10 долларов. Не дешево. Но по нашим меркам это не страшно. У нее есть, по-моему, маркировка или нет. Я вот не помню. Сейчас мы проверим. Но она очень классная. Посмотрите, она в стиле Джей Джей. Но это не Джей Джей. Судя по игле и вообще по качеству. Производство. Мне кажется, это винтажная брошь. Не помню. Мне кажется, я что-то находила похоже. А может быть и нет. Вот такое впечатление, что здесь должна была быть что-то маркировка. Но маркировочек нету никаких. Но посмотрите, иголочка длинная. Замочек. Мне кажется, что она не совсем современная. Посмотрите. Ну, сюжет всем понятен. Ноев ковчег. И животные заходят на борт корабля, так сказать. Некоторые из них уже на борту. Каждый тварь по паре. И вот они идут. Львы, слоны, лошади какие-то или что-то такое. Ну, посмотрите, какая классная. Во-первых, сюжет. Во-вторых, как она выполнена. Она совершенно объемная. То есть это не плоская брошь, а вы видите прямо вот как будто это кино какое-то. То есть совершенно такая 3D объемная брошь. Кто у нас здесь уже сидит на корабле? Верблюды. Все узнаваемы. Здесь какие-то суслики, бегемоты. В общем, все так очень классно выделано, сделано. Я не жалею, что отдала за нее 10 долларов. Хотя она и не маркированная. Но она очень редкая, необычная, интересная вещь. Мне она очень нравится. Своей вот сюжетностью, необычностью. Какой-то, не знаю, никогда не встречала ничего подобного. Она очень прикольная. И действительно, я в каком-то из своих видео уже рассказывала, что вот такие броши у нас это называется conversation piece. То есть вещь для начала беседы. Если на вас что-то надето интересное, какое-то украшение или какая-то одежда или что-то, что может вызвать интерес окружающих. А такая брошь, безусловно, может вызвать интерес окружающих. И если вы находитесь в какой-то компании, то к вам обязательно подойдут и спросят, и обратят на нее внимание, потому что трудно не обратить внимания, и начнут с вами разговор. И вот эта брошь, она может служить таким способом, скажем так, знакомства с людьми, каким-то предлогом для общения. То есть вот такие вещи, они, как правило, не проходят незамеченными, и вы можете встретить новых друзей, новых знакомых, надев такую вещь, потому что, если вы находитесь где-то вокруг вас люди, к вам взяли кто-то подойдет и спросит, попросит рассмотреть, спросит, что это, кто это, откуда это. То есть, в общем, ну вот такая вещь, которая не останется незамеченной на вас, если вы в ней пойдете куда-либо. Следующее украшение. Это безымянное, украшение без маркировки. Дорого стоило, 13 долларов. Попросили за него. Ну, я вот решилась и заплатила. Тоже долго думала, брать, не брать, а потом решила взять. Оно очень похоже. Помните, я нашла украшение Диор в Секунде. Только там была здесь жемчужина, и тоже были какие-то камушки, стразики вокруг. Оно было в ужасном состоянии, кстати. Диор, оно было все позеленевшее, с позеленевшими камнями. И это в прекрасном состоянии. Я тоже находила его где-то. Было написано, что оно винтажное, ну, я не знаю. Ну, наверное, 80-е, 90-е, может быть, 80-е, я думаю, скорее. По фасону, по стилю. Очень красивое. Бесподобная вот такая вот цепочка. Обычная застежка, не ничего особенного. И вот такая вот в центре. Очень красивая. С очень красивым зеленым. Чем это? Наверное, пластик, я думаю. Может, и стеклышко даже. Таким вставкой под жидеид, под какой-то камень. Очень красивое украшение. Я очень люблю зеленый цвет. И очень люблю вот именно украшения тех лет 80-х. Потому что это время моей молодости. Я очень хорошо помню, как мы все это носили. И в 80-х, начало 90-х. В общем, люблю, потому что это моя молодость, можно сказать. Так, следующее украшение. Это очередная вот такая... Что-то не сказала лилия. Но это не лилия. Это у нас орхидея. Плохо у меня со словами совсем стало. Стоила она 8 долларов. Шикарная красотка. Мне тоже кажется, что она не маркирована. И возраст ее определить трудно. Но все-таки мне кажется, что она старенькая. Иголочка длинная. Вот как-то вот по тому, как она сделана. Видите, металл с обратной стороны немножко сошел. Или это какое-то покрытие. Или от этой эмали перешел сюда. В общем, не знаю. Короче, сложно определить. Я сказала, иголочка длинная. Она, вы удивитесь, потому что она коротенькая. Маленькая иголочка. Но она длинная тем, что она торчит, видите, за пределы замочка. Обычно это признак винтажности. А может быть, потому что... Ой, у меня батарея садится. Какой ужас. А может быть, потому что это... Просто вот здесь, по-моему, мне как вышли, что здесь погнулась у меня. Погнулась застежка. Но, видите, вот, суть по застежечке, она не совсем современная. В общем, вот такая вот, посмотрите, без подобного сиреневого цвета. С какими-то желтыми... Желтыми какими-то еще эмалевыми прокрасками. Причем они где-то как-то так странно покрашены. Здесь жемчужина, здесь какой-то желтенький цветочек. Неоднозначно у меня впечатление про эту брошь. Я вот не пойму. Сделано... Я бы сказала, так не очень аккуратно. Или это просто... Не знаю, трудно сказать. Но сделано интересно. Брошь, безусловно, интересная. И, безусловно, очень красивая. Посмотрите, какая красавица. Шикарная вещь. Необыкновенной красоты. Мне она очень нравится. И мне кажется, все-таки, что это винтажная вещь. Следующее украшение. Это бусы. Белые бусы. От компании Трифари. Как вы уже видите. Бусы, безусловно, винтажные. Стоили 7 долларов. Я считаю, что недорого для таких красивых винтажных бус. Есть маркировка на замочке. Вот здесь. Вот здесь. Трифари. И есть маркировка. Маркировка вот такая. Вернее, это не маркировка. Это шилдик Трифари. Он часто используется, по-моему, в довольно стареньких украшениях. Замочек работает. Замочек работает. Все замечательно в них. Бусы как новенькие, чистенькие. В прекрасном состоянии. Белые пластиковые бусины. С перемежающиеся вот с такими вот золотыми шишечками, я бы сказала. Которые, видите, они входят внутрь бусины. Тоже круглые, но они прячутся внутри бусины. В результате получается как будто бы такой диск. А на самом деле это такая шишечка. Посмотрите, какие они милые. Вот скажите, разве могут такие бусы когда-либо выйти из моды? Мне кажется, что никогда. Мне так они нравятся. Вот именно своей универсальностью, винтажностью. В то же время современные. Они прекрасные. Белые бусины. Хорошее очень состояние. Не грязные, ничего. Обычно такие бывают, знаете, очень... Ну, такие перемазанные, жамузюканные. А эти как раз в прекрасном состоянии. И очень-очень красивые. И вот такие клипсы. Стоили 6 долларов. Мне очень-очень интересные. Посмотрите, как они сделаны. У меня есть подозрение, что это... Было такой очень винтажный бренд. Назывался Хэти Карнеги. Если я что-то не путаю. У нее были все вещи сделаны. Из каких-то... На каких-то лесках. На каких-то ниточках. На каких-то тканевых подушечках. Ой, что это у меня здесь? О! Прицепилась какая-то... Кусок какой-то цепочки. Это, видимо, у хозяев она за что-то запуталась. Или в магазин, когда принесли, разбирали. Мне надо будет, наверное, разрезать. Иначе я не сниму. Так, потом я уже отцеплю ее. То, видимо, вот надо будет раскрыть это звено. И как же она сюда попала, интересно. Это как будто кто-то специально ее надел. Потому что так просто она не могла никак пройти через вот это вот... Как странно, правда? Посмотрите, какие интересные клипсы. Маркировок на них нету. Но... Они, безусловно... Очень интересно сделаны. Посмотрите, это подушка такая из ткани. И на нее нашиты... Вот такие... Желтые металлические или пластиковые пластины. В каждой из которых есть вот такая вот из бисера. Как будто бы лепесток. И вот эти жемчужины, тоже перемеженные с бисерными вот этими лепестками, как будто бы они нанизаны на нитку. И вся вот эта вот подушечка выложена вот этими вот золотистыми такими пластиночками. Очень-очень старенькие, судя по всему, клипсы. Это тоже скорее не для носки, а именно как коллекционная вещь. На них нету никаких маркировок. Но мне кажется, что они очень старые. И вот такую конструкцию я никогда не встречала. Мне интересно, знаете, что, как они закреплены. Как вот этот металл, вот этот закрепленный, пришит, приклеен. Видим, пойму. Как вот эта металлическая застежка закреплена на вот этой вот подушке из ткани. Интересно, правда? Ну, по-любому. Слушайте, я вам хочу сказать, что они прекрасно сохранили. Для такой хрупкой конструкции все на ниточках, на каких-то, на каких-то булавочных подушках, на каких-то вот, на каких-то иголочках все как-то протянуто. Оно немножко все двигается, но великолепное. Ничего не потеряно, ничего не сломано. Очень интересный экземпляр. Именно как коллекционная винтажная вещь. Мне кажется, что это что-то, что-то с чем-то, что-то очень необыкновенное. И что-то очень-очень старенькое. А я люблю старину. Надо мне снять вот эту вот штуку. Удивительно, как она на нее, как она попала сюда. Вот такие клипсы. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня был набор, такая коллекция, такие украшения. Очень надеюсь, что вам понравилось. Очень надеюсь, что вам было интересно. Очень надеюсь, что если вы меня впервые, вы подпишетесь на мой канал. А если не впервые, то я очень рада всем моим старым друзьям. Увидимся с вами в следующем видео совсем скоро. С вами была Дита. Всем пока. Bye-bye. Bye-bye.